вы найдете капсулу продайте ее мне продайте мне ее сегодня будет видео касательно фразы капсула времени что будет касаться этой фразы очень многие называют капсулой времени практически все это вошло уже в моду да но сейчас я вам покажу настоящую капсулу времени жу вам по этой машине это пробег 30 тысяч семьсот тридцать шесть километров это volvo на которой мы давно передвигаемся и что я хочу показать резина здесь стоит родная машина 2002 года эксплуатирую я с ее с пробега 800 километров сейчас посмотрите что такое 30 тысяч километров первое очень многие говорят что резинки внизу машины резинки и еще различные там в общем все портится особенно только ты начинаешь ездить все летит все это туфта на этой машине пробег 30 736 родная летняя резина сейчас я это покажу я на ней проехал и еще проеду для того чтобы показать сколько она проходит единственное на ней не езжу очень быстро я покажу вам снизу автомобиль вот но на резине ездить быстро там 160 140 ну нежелательно хотя по автобану я ехал 140 и 160 потому что если стрельнет колесо все может быть то это дело очень не хорошее так скажем ну а так по подвеске все стоит родное ничего не менялось даже сейчас посмотрю колодки потому что пробег 30000 они у меня лежат новые в багажнике я запасливый человек вот но менять их не буду пока естественно оригинальные не износятся так что и на всех машинах скажу еще раз так капсула времени это та машина которую ты покупаешь с нулевым пробегом неважно 20 или 30 лет если она хранилась в нормальном сухом месте она проедет у вас все почти что сто тысяч двести километров и в принципе ломаться ничего не будет главное за машиной следить даже те же самые резинки по подвеске и та же самая резина вот потому что у меня примеры такие есть subaru legacy 150 тысяч километров девяносто восьмой год поменял я резину на 100 тысяч километров она до сих пор у нас на работе работает ездит по командировкам ну занимается делами так скажем важно как бы из-за чего я на это обращаю внимание сейчас из-за того что девяносто восьмой год у автомобиля да да где нам лучше будет видно о девяносто восьмой год резина оригинальная родная вот сейчас я найду где тут у нас год на скатиках но чтобы тут шло не шло так скажем да посмотрите на ее протектор это очень качественная резина девяносто восьмой год сто тысяч пробег на резине на это даже infiniti q45t которая новую я купил она до сих пор стоит все родное оригинально кроме масла меняем и все и не просто к 45 это q45t эта версия более спортивная хотя спортивно здесь заключают в чем стоял задний спойлер вот на крышке багажника чуть другие по дизайну диски это даже не чуть-чуть сильно отличались диски потому что на обычно стояли более такие классическом стиле есть с претензия такая спортивность пятиспицевые вот еще обратить внимание резина тоже стоит еще родная 16 дюймовая бриджтоун еще заводская резина девяносто восьмого года она не менялась туда же ни разу колесо не снимал это очень качественные машины запас прочности у них огромный если вы покупали машины называемые капсула времени с отмотами и пробегами то это ваша проблема а я подтверждаю и убеждаю даже убеждать не буду а говорю на личном опыте использую не одну капсулу времени уже эта машина практически новая вообще без пробега неважно 20 или 30 лет ей было даже шестидесятого года до волга у меня есть если вы найдете хорошую машину то вам повезло но если отмотанную отмотанных это основная 98 процентов продают люди и потом называют их капсулами времени и пытаются продать сегодня так что это все бред в общем немножко я вам рассказал не убеждаю никого потому что чем меньше убежденных тем лучше мне так скажем но думаю интересно многим просто за вольво писали что ей трындец придет да и ребята трындец придет я не знаю когда поехали посмотрим так вот со стороны автомобиль как был как и остался в принципе по салону все то же самое там ничего у нас не изменилось но вещь идет касательно сейчас технических вещей это резина вот резина родная стоит видим протектор еще до протектора до износа еще далеко вот здесь вот незначительное если присматриваться вот я хорошо укажу пробег 30 тысяч 2002 год вот мишка там видите нарисован небольшие под трещинки есть микро но ничего страшного как бы здесь не нет ездить можно спокойно и даже нужно вот у нее 2002 сейчас я это покажу так мишелин как обычно ставилась 225 здесь нету давайте на переднем посмотрим колесе так на переднем на переднем так вот 1502 вот даже вот так я вот сейчас не вижу глазом а если я включил вспышку вот здесь видны уже незначительно видите такие трещинки но 30000 точно такая же резина вот это вот сделано не только для того чтобы спасти кожу для того чтобы было комфортно сидеть зимой и летом кожа как была так и осталось 30 тысяч пробега ничего не потресканная может небольшая пыль есть такое но и здесь тоже все без изменений опять же за машиной на на ухаживать и следить но ладно нам основное надо посмотреть еще днище опаска точно такая же мишелин год ну неудобно не показывать но в общем все то же самое сейчас посмотрим снизу сейчас ее поднимем и посмотрим на капсуле времени на настоящий которая хорошо хранилась и которая была без пробега ничего не ломается ничего не портится да со временем все портится если в ямы влетать портится если зимой по соли ездить портится опять же тоже подвеска да на новой машине выехал одну зиму отъездил по соли по нашей красивой вкусной соленой и получается подвеска уже вся кислится так что сейчас продолжаем смотреть что у нас снизу итак сейчас ретро ильичи владимир ильичи сделаем вывод пробег 30000 volvo s80 капсула времени давайте пройдемся по днищу и посмотрим что у нас там мы поломалась как многие говорят резинки потрескались капсуле все сохлось да поехали давай посмотрим посмотрим заодно давай что еще с колодками потому что я уже закона купил на всякий случай и так получается колодки я скажу повторюсь оригинальные стоят вот у нас такой износ тут видно про 50 процентов да где-то износилось так вот чуть чуть больше volvo так сайлентблоки у нас целые целые пыльники диски вообще тоже практически вообще без износа опять же 30 тысяч пробегов что мы поменяли с тобой кстати кто не знает поменяли мы стоечку стабилизатора оригинальную поменяли и 7000 километров назад началось чуть чуть постукивать вот это было за все остальное кроме манки втулочки до . не женешь что прослаблены чуть громче так дальше дальше смотрим здесь все как обычно все чистенько двигатели да рейка сухая стуков парики нет передку двигателя сухо подушки двигателя а ты так без надрыва ага так это подушка двигателя она одна тут да стоит ну это да снизу здесь одна хорошо и не нужно все опять же по машине не стуков ничего не шумов нету просто смотрим как у нас состояние состояние на сегодняшний день а ну да еще как новая все четенько здесь так снизу что у нас снизу сзади то есть снизу мне не громче чуть-чуть цельный блок амортизатора целый отлично продольные поперечные целые без надрывов все все хватит вова так делает чтоб специально надрыв получился с усилием чтоб вырвать саленблок я понял это я так все сломал уже штуку какую-то порядок здесь целенький целый без надрыва еще бумажки здесь с номерами вон родными целый 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 как вот такая вот у нас такое состояние цель или как колодки износ колодок у них практически новое че честно ну да задние это порядке четверти из носа песка немного есть ну песок у нас это на всех дорогах один один песок все так в принципе да так вывод какой давай сделаем окончание наш вывод качество до качество у вольва на высоте главное во время обслуживать и следить не ездить по соли опять же хоть соль тоже не сильно нам чего изменит здесь ну красоту какую-то изменит возможно окислит алюминий дачу то там выхлоп сразу поменяет свой цвет как бы но а так а так все останется главное обслуживайте главное покупайте капсулу они капсулу времени как 98 процентов продается в интернете отмотанных автомобилей напали роли на их и всего остального если вам повезет то вы будете ездить очень много сотни тысяч километров и не будете ломаться принципе все давов все всем удачных находок удачных сервисов хорошего нового года без похмелья пока